Разглядывая прилавки с яркими, зазывающими поковками пиротехники, рука так и тянется потрогать, рассмотреть поближе и купить. Так все это заблазнительно выглядит. Мало того, сулит незабываемые впечатления. Однако, кроме них, стоит подумать о технике безопасности. В разговоре с владельцем магазина фейерверки Виталием Лещуком выяснилось, что очень редко люди изучают или спрашивают о правилах эксплуатации того или иного салюта. Из многолетней практики ни один из покупателей не обращает внимания ни на инструкцию, ни на то, что там написано. Потому что все считают, что они все знают, все умеют. Ракета, которая идет с деревянной палкой, она улетает вместе с палкой. Многие покупатели, покупая это изделие, закрепляют ее вместе с палкой к основанию, или к трубке, или еще к чему-то. Или, опять же, засовывают в сугроб очень глубоко. Ракета не в состоянии за счет двигателя поднять себя. Получается эксцесс. Изделие, вместо того, чтобы взорваться в небе, оно взорвается на земле. Тем самым получается, что кому-то прожгло куртку, кому-то попало в волосы, кому-то в глаз или так далее и тому подобное. И такие случаи не редкость. В особую группу риска входят дети, которым, кстати, до 15 лет пиротехнические изделия продавать нельзя. А также любители острых ощущений в состоянии алкогольного опьянения, пытающиеся поймать адреналин, зажигая ракету прямо у себя в руках. Некоторые умудряются сделать это на праздничных площадках среди большого скопления людей. Как итог – травмы и ожоги. 2015-й этому подтверждение. К сожалению, статистика свидетельствует, что не всегда соблюдают наши граждане меры безопасности. С наступлением нового 2015 года зарегистрировано 6 несчастных случаев, связанных с пиротехникой. Пострадали двое мужчин, одна женщина, причем от неумелых действий своего мужа, а также трое детей. Это двое 12-летних мальчиков и одна 7-летняя девочка. Все они обратились в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. Сегодня, в преддверии новогодних праздников, правоохранители особое внимание уделяют реализации пиротехнических изделий. Как показывает практика, салюты и петарды, ввезенные на территорию страны контрабанным путем, контрабанным и реализуются. Не имеющие сертификатов качества и инструкций по безопасному использованию, фейерверки зачастую неисправны и опасны. В лучшем случае механизм просто не сработает. В худшем может нанести серьезные увечья. Чаще всего заложниками ситуации становятся дети. С декабря месяца ведется активная работа по выявлению лиц, а также привлечению к ответственности за незаконную деятельность в сфере торговли пиротехникой. На сегодняшний день выявлено уже 7 фактов, изъято более 2000 единиц пиротехники. Хотелось бы напомнить то, что незаконное хранение и перевозка пересылка влечет установленную законом административную ответственность с применением штрафных санкций. В связи с этим покупать пиротехническую продукцию необходимо только в специализированных отделах магазинов, где продавцы несут ответственность за качество товара. Нельзя приобретать пиротехнику поштучно, а также с просроченным сроком годности. Придерживаясь этих нехитрых советов, вы сможете избежать неприятных последствий и провести новогодние праздники весело.